Министр энергетики Республики Казахстан Булат Акчулаков побывал с рабочим визитом в Жамбулском регионе. В ходе своего рабочего визита он посетил Тарас-энергоцентр ГРЭС имени Батурова. Также встретился с представителями СМИ и населением, где министр рассказал о том, что предпринимается с целью снижения высокого износа оборудования учреждений, обеспечивающих нас светом и теплом. Так как на сегодня износ оборудования Жамбулской электростанции составляет 82,3%, а ТЭЦ – 92%. В первом ходе рабочего визита министр энергетики Республики Казахстан посетил Тарас-энергоцентр. Так как данный ТЭЦ является основным источником тепла в регионе, физический износ оборудования госучреждений составляет 92%. Региональной энергопередающей компанией в области является ТО «Жамбулские электрические сети», имеющая в своих активах 13,4 тысячи километров кабельных и воздушных линий электропередачи и порядка 2,8 тысяч подстанций. Износ сетей составляет 68,2%. Сообщается, что с целью снижения высокого износа будет принята программа «Тариф в обмен на инвестиции», которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергии и теплопроизводящих организаций. «Сегодня по городу проблем нет, в соответствии с нормой, соответственно, нормативно температурно, проблем нет по городу». «Перебоев не было?» «Перебоев нет». По словам Акима Тараза, в нашем областном центре перебоев по подаче тепла не было. Однако 27 ноября отключение отопления все же было, хотя в тот день на улице ощущалось как минус 9 градусов по Цельсию. Также Булат Акчулаков ознакомился с работой ГРЭС имени Батурова. Затем министр вместе с заместителем Акима Жамбулской области Ербулатом Ибрайхановым встретился с жамбулцами в ходе встречи с жительницей 15-го микрорайона Эльмира Косбулова заявила, что уже целый год не может заселиться в свой же дом, в котором вовсе отсутствует электричество. Куда бы она ни обращалась, и в наш областной департамент энергетики. И с письмом само министерство везде в один голос твердили, что это не в их компетенции, так как работы заморозились из-за недобросовестного подрядчика. Ответ на этой встрече по данному вопросу держал Аким города Бахчан Урунбеков. Значит, заказчик в лице ЖКХ города Роспорт мы подали в суд. Решение суда мы буквально получили на прошлой неделе. Подрядчик на основании нашего искового заявления признан недобросовестным подрядчиком. И мы сейчас, значит, переобъяем, проведем новый тендер. И буквально в ближайшее время этот вопрос решим. Дело в том, что там уже опоры стоят, основные линии уже протянуты, осталось только работы завершить. 70% работ завершены. Материалы полностью 100% закуплены. Но подрядчик оказался недобросовестным, поэтому работы там были приостановлены. Таким образом, было решено, что дом пока что подключит к свету по временной форме. Затем в течение полтора месяца там появится полноценное электричество. Также поднимались проблемные вопросы и по тарифу за свет, по запасу в регионе Мазута и ГСМ. Министр поручил ответственным лицам взять эти вопросы на контроль. Мы недополучаем это тепло, не получаем по температурному графику. Будут ли снижены тарифы и тарифы, будет ли производиться перерасчет за недопоставку. Температурный режим давайте мы еще раз проверим, то, о чем вы сейчас говорите. Я себе тоже записал. Но тариф, он не входит в компетенцию Минэнерго. Но я как представитель правительства, здесь перед вами сейчас нахожусь, как министр энергетики, я этот вопрос поставил перед своими коллегами в Министерстве национальной экономики, которое занимается расчетами тарифов. И скажу, что вот такая просьба поступила от потребителей и от граждан, что если недополучали тепло, то они просят какой-то перерасчет произвести, либо тарифы снизить и так далее. Также у министра спросили, не повторится ли экибастузское происшествие у нас в регионе. Перед нами сейчас стоит задача, как ее исправить и как на будущее не допустить. Вот чем занимаемся сегодня всеми. Если вы считаете, что это министерство энергетики за 30 лет назад, что отвечать будет или что, я не знаю, это другое вопрос, больше философский, наверное. Поэтому я и раньше говорил, и сейчас еще раз повторю, надо решать проблему, которая сейчас сложилась, и сделать так, чтобы на ближайшие несколько десятилетий эта проблема больше не повторялась. Это состоит из нескольких решений. Первое. Это нужно строить, потому что многие станции, которые сегодня есть, они достаточно отработали, ну, практически отработали свой ресурс. И дальше латать и ремонтировать, может быть, у некоторых станций не имеет смысла, нужно будет строить новые. То, что можно спасти на этом этапе, пока новые станции не сдадутся, нужно поддерживать в рабочем состоянии, которые еще могут. И в том числе и сети, кстати, инженерные. То есть это не только электрические сети, но и тепловые, в первую очередь, сети, которые изношены тоже в порядке. И, соответственно, о том, о чем я сегодня говорил, контроль. Потому что, значит, несколько лет назад такие функции контроля были убраны, и сегодня есть решение обратно вырвать функции контроля для того, чтобы смотреть не только просто за состоянием, там, по бумагам, да, как это сегодня в законе описано, или реагировать только на обращение и жалобы и решая проблему постфактуму, а превентивно, то есть на момент строительства, на момент ремонта, издачи и эксплуатации везде вести контроль. Была также поднята тема и по строительству новой гидроэлектростанции. Обсуждение этих и других проблем продолжилось на приеме у министра по личным вопросам граждан. Так, Булат Акчулаков принял шесть граждан Жамбулской области. Далее министр провел брифинг на площадке региональной службы коммуникаций с представителями СМИ, где он уточнил, что в первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние. Кроме того, Акчулаков отметил, что Жамбулская область занимает лидирующую позицию в республике по мощности возобновляемых источников энергии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова